Расскажите, пожалуйста, вы вчера были непосредственно около здания суда, если я правильно понимаю, где выносился приговор? Мы были в суде, потому что заседания предыдущие были закрытыми, оглашение было открыто, в принципе, у всех, кто хотел прийти, в зал пустили. СМИ, не СМИ, без разницы было. Много было людей? Я думаю, что только 50-60 человек приблизительно, если зрительно оценивать, причем большую часть это были какие-то федеральные медиа, либо медиа из телеграм-пабликов, которые приехали к нам в Уфу, потому что на предыдущих заседаниях, которые были здесь, обычно было людей, конечно, поменьше. Может быть, потому что были закрытыми. Давайте, наверное, если можно, скажите пару слов о Лилии Чанышевой, как жителе Уфы, как журналист, который наблюдал за ее деятельностью. Прямо буквально небольшое саммаре, потому что я уверена, что несмотря на то, что мы очень внимательно следим за этим делом на протяжении всего его развития, есть люди, которые, может быть, обратили внимание на Лилию Чанышеву только после того, как это уголовное дело было заведено. Для нас в регионе всегда можно было, наверное, выделить две Лилии Чанышевой. Одну знали как руководителя координатора штаба Навального в нашем регионе, а второй человек – это такая некая активная уфимка, которая была совершенно неравнодушна до всего, что происходит. Будь это слушание городского бюджета, или это какая-то история локальная про закупку пиксельных елок, это никак не было связано с деятельностью именно штаба. Она очень часто проявляла себя в первую очередь, наверное, как вот такой неравнодушный гражданин, и, наверное, мне она ближе именно из этой истории. Я ее больше знала так. Была ли какая-то склонность к экстремизму у Лилии Чанышевой? Насколько вообще это человек миролюбивый, и насколько это человек, соблюдающий закон? Ну, разумеется, я думаю, что вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос. И без моего комментария, конечно же, нет. Это первое. И второй момент. Даже в социальных сетях у нас периодически, ввиду, может быть, каких-то разных взглядов, в том же Фейсбуке возникали конфликтные, скажем так, какие-то локальные истории. Но даже находясь внутри какого-то конфликта, противоречия в убеждениях, я ни разу не видела Лилию, скажем так, в которую перешла какую-то границу. То есть это всегда был человек вдумчивый, вежливый, абсолютно воспитанный. И даже в ссоре, скажем так, ну, невозможно ни за что зацепиться. Конечно же, нет. Ответ на вопрос нет, разумеется. Я-то вот переживаю, что она не перешла границу, если честно. Была бы сейчас на свободе. Скажите, когда вышли на этот суд, у вас было какое-то внутреннее ощущение, оправдают, не оправдают? Если не оправдают, то какой будет срок? И насколько это совпало с тем, что вы увидели? Лилия, по-моему, писала об этом кому-то в письмах. Я помню, что кто-то выкладывал, что сегодня будут оценивать ее деятельность от нуля до 12 баллов. Насколько это опасно для нашего государства. Оценили в 7,5. Ну, конечно же, все думали, каким будет срок. Разумеется, о том, что он будет оправдательным, речи не шло. Мы все понимали внутри себя, что примерно будет. Но когда вначале судья за сроком давности по двум статьям, кажется, ну, по одной точно, он убрал три года и вроде как назвал это слово оправдать. Я прям видела, как у кого-то потекли слезы, они у меня чуть ли не потекли. Мы понимали, что дальше будет третья основная статья, по которой будет и все равно будет срок. Но на секунду, вот где-то на секунду в голове промелькнуло, что ну, неужели это может быть? Но потом разум сказал, нет, конечно, такого не будет. Жаль. Жаль, что такого не случилось, конечно. Удалось ли как-то, ну, очень условно пообщаться с Лилей, увидеть ее, понять, в каком она находится состоянии? Что вы можете по этому поводу сказать? Да, я на самом деле была до глубины души удивлена, потому что мы ходили на заседания, которые были закрыты, ждали за партами в коридоре. То есть мы видели Лилю всегда два раза. Ее приводят, ее уводят. Это две секунды в начале дня и там те же две секунды в конце дня. Да, это было доступно. И в этот раз, как ни странно, нас всех пустили на открытое оглашение. Судья зашел там минут на десять позже. И у нас были вот эти десять минут, когда через стекло, в принципе, все желающие могли сказать какие-то слова поддержки, задать вопросы. Лиля рассказала о своем состоянии, о том, что несмотря на все происходящее, она чувствует себя уверенно, чтобы мы все не обращали внимание на срок, который будет, потому что это все не имеет значения. И в целом Лиля всегда держится одинаково. Я ни разу не видела, чтобы какой-то страх или сомнение у нее где-то промелькали на лице. Нет, такого не было совершенно точно. Как люди, которые пришли с вами, я так понимаю, это были и журналисты, и, наверное, были все-таки неравнодушные уфимцы тоже, для которых Лилия была важным деятелем и остается. Как они отреагировали на этот приговор? В каком настроении все вообще вышли из суда? Ну, на самом деле, опять же, повторюсь, что все понимали, что он не был таким, каким бы хотелось, что это невозможно в данной системе, в данной ситуации. Поэтому в целом настроение было, не знаю, как на любом другом заседании. То есть, во-первых, это не конец. Все это будет обжаловаться в высших инстанциях. Разумеется, ни семья Лилия, ни адвокаты на этом не останавливаются. Все это воспринимается как важный, но всего лишь очередной этап этой истории. Это не ее завершение. Мне всегда в таких процессах, очевидных, политически мотивированных, неправосудных, интересно наблюдать за акторами, за теми, чьими руками творится неправосудие. Насколько они осознают это? Но я пытаюсь всегда, знаете, смотреть в глаза, пытаться увидеть какую-то эмоцию. Человечность. Человечность, может быть. Понимание того, что они творят ужас-ужас. У вас нет такого хобби на судах? Оно, конечно же, есть у всех у нас. Но, к сожалению, со временем понимаешь, что некоторые вопросы задаем в себе только мы исключительно. Это наша рефлексия, в которую абсолютно не включаются те, кто этот суд вершил, по крайней мере, вчера. Настолько это было все формально, у меня запомнился один момент. Судья зачитывает вот этот итог тяжеловесный и называет Лилия, проживающая там такая-то улица. Он не замужем. Он задумывается на секунду, замужем и продолжает читать дальше. Я на секунду просто зависла, потому что, ну что вы такое говорите? Вы прекрасно знаете, что Лилия не просто замужем, вы напротив себя видите ее мужа. Он вчера пришел в костюме, вообще в абсолютном таком боевом духе, чтобы Лилию поддержать, чтобы она... У нее тоже мало возможности его видеть. И он всем своим видом, конечно же, старался показать, что все хорошо, все замечательно, хотя мы понимаем, насколько это сложно. И вот когда судья вот это все читал, я просто вот... Я не могла совершенно это принять и понять. Ну, вы видите перед собой живого человека. Он приходит каждый раз на каждое заседание. Вы его увидите, когда проходите по коридору и не говорите, что вы его не видите. Муж Лили всегда стоит у двери. Неважно, заседание открытое, закрытое. Оно будет до 10 вечера, там до полодиннадцатого. Оно начнется рано утром. Нет, оно там всегда. И вот это лицемерие, наверное, оно совершенно, наверное, ранит людей, которые это видят. У меня тоже вчера это... Ну, очень сильно задело по-человечески. Спасибо большое, Виктория, за комментарии о том, как проходило вынесение приговора Лилии Чанышевой. На самом деле, важно хотя бы попытаться в людях видеть людей, но в суде их, кажется, уже не получается лично у меня. Спасибо. Спасибо. Это была Виктория Купияновая. Виктория Купияновая. Виктория Купияновая.